Начальник ГАИ решил деньжат срубить, ну и нарвался на кого-то. Приехали комендачи В асфальт положили. Бывает, бывает, блин. Мы в Есеноватой Центральная проходная Есеноватского машиностроительного завода, разбитая лирийскими выстрелами. Вот такие тут таблички вдоль дороги на Горловку установлены. Читаем. Тоже это все новые были на стройке и мешоньки досталось. С надписью «Хватит бухать». Закончился поселок Красным Партизаном. Дорога практически пустынная. Еще один плакат о том, что дорога заминирована. Точнее, окрестности дороги. Еще одно. Хорошо, что я вышел с нормальной стороны. Уже увидел меня первую. Давайте попробуем все-таки. Если да уж, край, что жизни выражает смерть, то тогда режем нахрен без разного мира. Вообще два месяца просто тупо лежало. Ни в лицу, ни в чем. Нахрен. Про активно-реактивный снаряд сейчас сразу скажу. То есть яму, как вообще принято, взрывная яма от взрыва, его не существует. Маленькая ямочка такая, где-то 7 сантиметров. Вот. И все осколки разлетаются до 250 метров, вытаживая все. Взрыватель активный. Взрывается от малейси у нас обыкновение с травой, с веточкой и так далее. Передаю привет всем моим коллегам, товарищам, друзьям и естественного дня из расположения артиллерийской бригады армии Донецкой Народной Республики. Спасибо, Саша. Мальцев, который привез меня сюда, познакомил. С хорошими людьми. Один из них мой. Полный тезка. Ну, за исключением фамилии. Фамилию его не называю. По скобку не знаю. Даже если разведка вдруг будет меня истребовать, у кого-то был. Честно скажу, не знаю. Вроде здесь нормально. Ну, как вам еда солдатская? Солдатская еда просто классная. Несмотря на то, что я не мясоед. Теперь мясоедский борщ наворачиваю за обе щеки. Демонстрирую то, что сейчас выкатили на второе. Называется макароны естественно с тушеночкой. Дабы не прерывать свою двух с половиной летнюю историю отказа от мяса. Сейчас все вот это аппетитно выглядящее пойдет в тарелку к Саше. А я срублю макароны с подливой. И запием чайком. Хлеб белый, горчица, майонез. В общем, все как положено и к чему привыкло большинство людей. Вот собственно все. А да. Женщины в столовой весьма приветливые и гостеприимные. Вот такие мы сидим в здании Донецкого государственного архива, ныне имеющего статус республиканского, Донецкой Народной Республики. Как вы думаете, чем мы занимаемся? А мы занимаемся санкционированием, сканированием документов военного времени. В данном случае речь идет о книге учета протившихся в лазарет военнопленных, близлежащих к Юзовке, это бывший город Сталина, а нынешний город Донецк, наших советских военнопленных. Лагеря здесь было довольно много. В основном рабочего лагеря, естественно на заводах и шахтах. Народ болел, народ обращался к медикам, к лагерям, каким-никаким они были. И отправляли их в центральный лазарет Юзовку. В лазарете наши военнопленные врачи вела такую амбарную книгу учета, очень подробную фамилию, имя отчества, год рождения, национальность, домашний адрес, а также откуда прибыл и что с человеком произошло. В данном случае умер, умер, умер. Это уже в лазарете. Если нет сведений о судьбе, куда человек дальше двинулся, что с ним после лечения произошло? Это означает одну простую вещь. Человек после оказания помощи был отправлен в то место, откуда он прибыл в лазарете. Дальнейшая проверка документов в ОВД и мемориал по некоторым лицам приводила к тому, что появлялись их фатальные судьбы. Вы дальше либо в лагере Славута, в немецком лагере для советских военнопленных, в лагере Славута, либо бойцы были освобождены, скажем, в конце 43-м, начале 44-х годов, вновь призваны в армию, но и кто-то успел погибнуть до конца войны, а кто-то довоевывал до ее финала, получал награды, медали ордена, и кто-то получил оставаться жив. Даже в одном из документов, не в этой книге, а в другой, из той же описи Юзовского лагеря, был выявлен документ, в котором человек, не будем называть его фамилией, имя отчество, писал о предоставлении отпуска и возможности жить дома с семьей. Дома здесь, в Южевке, семья была в Южевке. А он был племен 2 июля 42-го года в Севастополе. Этапом направлен сюда, и вот и семья его здесь. Он просил руководца лагеря, командования лагеря, предоставить ему, будучи военнопленным, жить дома в месяц с Юрией. И заявление свое написал, что он будет чуть не самоотвержденно трудиться на благо германской армии. Мы посмотрели потом по ВД его судьбу. Там есть документы как о том, что он освобожден из плена, то есть остался жив, освобожден из плена, а также о том, что он демокализован в 45-м году, то есть довоевал, призванным вновь довоевал до победы. Ну а уж дальше история умалчивается. Нашли ли его компетентные органы? Прочитали ли они это заявление от февраля 43-го года или нет? От декабря 42-го года или нет? Не знаем. Притерпел ли он какие-либо действия со стороны компетентных органов? Мы не знаем. Факт остается фактом. В данном случае документ не умалим. Обладаем германской армии. Закончим сегодня сканирование документов. Поблагодарим руководству архива. На этом завершему работу. Я возвращаюсь. Только что покинул Донецк. Проехал по Киевку, Харциск, Иловайск. Приближаюсь к Амбросиевке. Дальше граница. Ужбенка. Пограничный переход. И Россия. Времени 20.06 вечера. Дело сделано. Документы получены, отсканированы, сохранены. Копии переданы Донецкому государству в архиву. Ну и сейчас едут вместе со мной эти копии. Для того, чтобы в скором будущем включить их в Объединенный Банк Данных Мемориал. Будем надеяться, что на это не потребуется слишком много времени. Прямо городом Гросинка. Будешь отец. Она на право. Она с мелкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замечательно получилась поездка. Во-первых, и дело сделано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышат велки из человек наших военнопленных. Мы вытаскиваем из пяти. Есть небытия. Часть из них умерла. И о них сведений нет. Они похоронены в Донецке. Часть осталась жива. Власть уважнена нашими войсками. Продолжили эти люди воевать. Кто-то остался жив. Но жил до победы. Кто-то нас награжден. Кто-то даже был на хорошей должности. Кого мы успели проверить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олбыйный мемориал. Я стрелившись с отличными людьми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Был практически на передовое в двух местах. Был в артиллерийской бригаде. В одном из дивизионов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жаль, только не сфотографировались с командиром. Но ничего страшного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как говорится, мы будем надеяться, что встретимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас до границы осталось всего ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может быть, 35-40. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем доброго здоровья. Всем остающимся на них победы. Возвращение к нормальной жизни. Выходы из состояния войны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а нашим всем, кто в России, естественно, тоже мирного немца в головы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин